Друзья, завтра мы с вами проснемся в одной стране. В одной большой Беларуси. Прикольно, а вот если бы мы действительно проснулись в одной большой стране, кому от этого лучше с точки зрения математики? Интересно, у кого там полегче? У нас или у них? Может быть, порешаем что-нибудь из девятого класса и сравним? Прикольно, правда? А давайте. Так вот, что я вам скажу. Несмотря на закрытые границы, несмотря на карантин, благодаря нашим связям, повсеместному распространению Тьютор Онлайн, нам удалось раздобыть вот этот вот сборник экзаменационных материалов за курс девятого класса, белорусский. Оказалось, что в этом году он новый, и если в прошлом году там было деление на базовый и профильный уровень, то теперь оказывается всего лишь 80 вариантов, все под одну гребенку. И обязательно на экзамене что-то встретится из вот этих вариантиков. То есть, вот если мы сейчас с вами все прорешаем, то мы с вами готовы к экзамену. 100% что-то из этого попадет. Вчера на досуге я полистала этот сборничек, и давайте так, я выбрала, ну, скажем так, 5 самых сложных заданий по алгебре, которые могли бы встретиться нам на вот этом вот экзамене. И мы посмотрим и поймем, что тогда бы уж точно мы получали бы только пятерки за экзамен. Посмотрим. Ну что, Лукашонок к доске, будем решать. Традиционно, где искать самые сложные задания? Конечно же, в конце варианта. И вот первое, что хочу разобрать, это десятый номер, десятый, то есть последний, да, самый сложный, где надо найти значение вот такого вот выражения. 13 минус 4 корень из 3 плюс корень из 37 минус 20 корней из 3. Очень давно хотела сделать урок именно по вот таким заданиям. Это так называемые двойные радикалы, когда у нас как бы корень стоит под корнем. Что с ними делать? И, кстати, такие задания традиционно во всяких экзаменах встречаются. Что мы должны? Вот, ребята, вы помните, что мы не можем этот корень, скажем так, отдельно сюда применять и отдельно сюда применять, потому что связь с минусом. А что же делать тогда? Пытаться понять, что это было за выражение в квадрате, которое при раскрытии дало вот такой вот результат. Вы не поверите, но действительно, вот если вот что-то вот такого плана, содержащее корень, возвести в квадрат, то мы в итоге получаем вот такую вот штуковину. 13 минус 4 корень 3. Но только это надо догадаться, как бы вернуться в прошлое и понять, что раскрывали. Как ориентироваться? Вот как раз это будет полезно для вас в том числе. Так как мы здесь видим как бы формулу а минус b в квадрате, после раскрытия у нас бы получалось а квадрат минус 2аб и плюс b квадрат. Так вот, когда мы работаем с корнями, там где а квадрат и b квадрат, корень пропадает, и поэтому эти два числа сложились бы и получилось вот это 13. А вот эти 2аб, там корень никуда не девается. Поэтому давайте-ка подбор начнем с того, что поймем, а что могло быть а и что могло быть b. Чтобы вот они умножились 2 на это а и на это b, у нас получилось 4 корня из 3. То есть у нас двоечка на формулу уходит, и потом остается 2 корня из 3. Может быть это было 2 и корень 3, но это, ребята, надо проверять, потому что если я возведу а в квадрат и b в квадрат, то должно получиться 13. Давайте-ка проверим. Если не сработает, будем перебирать какие-то другие варианты. Смотрите-ка, если я возведу 2 в квадрате, это будет 4, корень из 3 в квадрате это 3. 4 плюс 3 это всего лишь семерка. 13 у меня не получается. Значит, мой подбор неправильный. И какие еще варианты возможны? А возможно, это была просто единица, которая умножалась на 2 корень 3. Давайте-ка проверим. Вот если бы это мы все перемножили, как раз получилось бы 4 корень 3. А теперь проверяем. Если это мы подозреваем, что а, а вот это мы подозреваем, что b, то а в квадрате это была бы единица, а b в квадрате это было бы что? 4 умножить на 3 это 12. То есть как раз-таки было бы 1 плюс 12, и все получается как раз-таки как нам надо. 13. Значит, как бы мы вернулись в прошлое и понимаем, до того, как скобки раскрыли, это было 1 минус 2 корень 3. Теперь те, кто у нас неверующие, открываем этот квадрат и проверяем, что действительно после раскрытия и приведения подобных у нас получится именно такая штука. Вот ставьте на паузу и проверяйте. Ну а так как я в своих предположениях уверена, то я возвращаюсь в наше задание и вместо вот этого выражения вписываю 1 минус 2 корень 3. Готово. Плюс. Ну а теперь здесь предстоит нам та же самая работа. Надо попытаться догадаться, что это за штуковина была, которую возвели в квадрат, и она нам дала именно такой результат. Ставьте на паузу, пробуйте, а потом сверяйтесь. А я сейчас это запишу. Ну вот, посмотрите, я все расписала. Здесь у нас прячется 2аб, поэтому мои догадки были такими, что, возможно, под а прячется пятерка, под b прячется 2 корень 3. И потом я себя проверяю. Если я сделаю а в квадрате, это будет 25. Если я сделаю b в квадрате, это будет 4 на 3, то есть 12. И 25 плюс 12, 37. О, круто, я угадала. Значит, будет 5 минус 2 корень 3. Если бы вдруг я подобрала как-то неправильно с первого раза, я бы не расстраивалась, просто бы попыталась как-то поменять и сделать что-то по-другому, чтобы у меня все сошлось. Теперь возвращаясь в наш пример, у нас получается здесь скобочка 5 минус 2 корень 3 в квадрате. А дальше нам осталось только убрать эти корни, ведь корень и квадраты друг друга убирают. Но вот здесь опять же нас подстерегает один опасный момент. Все традиционно забывают, что корень квадратный из а квадрат это не просто а, как все хотят написать, а модуль а. На этом традиционно всех ловят. Итак, у нас корень и квадраты друг друга убирают, но остается модуль. Ну, у всех, конечно же, вопрос, зачем мы это делаем, зачем мы этот модуль. Мы перестраховываемся, ведь результат корня квадратного должно быть обязательно положительное число. И если я напишу просто а, то, возможно, если под а прячется что-то отрицательное, я напишу что-то некорректное, типа мой результат равно минус какое-то число. А для того, чтобы перестраховаться, мы этот модуль наверх и рисуем. И плюс, здесь то же самое, будет 5 минус 2 корень 3. Следующий шаг надо эти модули убрать. Как? Давайте-ка заглянем внутрь каждого модуля и приценимся. Приценимся. Так, давай еще раз. Приценимся. Это как раз очень актуально с нынешним курсом рубля. Ну да ладно, возвращаемся сюда, и у нас 2 корень 3. И логично, что это будет, ну, наверное, больше, да, понимаете, что это будет больше, чем единица. То есть если бы мы от единицы это отняли, даже вот не посчитав, уже понятно, что результат будет отрицательным. А если в модуле прячется отрицательное число, то его надо раскрывать с минусом. Это значит, что вы должны отрицательное число поменять на положительное. А как раз это нам и поможет, в этом нам и поможет вот это приписывание минуса. Итак, минус 1 минус 2 корень 3. Следующий модуль. Ну что, давайте оценивать, что же больше, 5 или 2 корень 3. Ну вот традиционно все лезут за калькулятором, и вот это вот благополучно считают. Но нам надо как-то справиться без него, и поэтому давайте-ка наоборот запихивать под корень. То есть пятерка это что? Это было бы корень из 25. А 2 корень 3, давайте запихнем двойку. Туда у нас получится, что она залезет будет четверкой. 4 на 3 это 12, то есть здесь у нас корень из 12. Ну 25, корень 25 минус корень 12. Логично, что корень 25 больше, поэтому у нас вот в этом модуле прячется положительное число, и его, значит, нужно раскрыть с плюсом. Это значит переписать таким, какой он есть. Теперь нам осталось раскрыть скобки, привести подобное, и у нас готов ответ. Минус 1 плюс 2 корень 3 плюс 5 и минус 2 корень 3 равно. И здесь 2 корень 3, 2 корень 3 взаимно уничтожается, и получается 6. Вот наш ответ. Вот такое вот прикольное задание нам встретилось. Ну что, это был пункт 5 в нашем топчике, теперь давайте пункт 4. Вот она, следующая красота, которая попалась мне на глаза. Тут надо сократить дробь. Ну что, давайте-ка попробуем порассуждать. Первое, что хочется, наверное, сделать, когда вы встречаете выражение с корнями в знаменателе, избавиться от рациональности. Ну попробуйте, попробуйте, поставьте опять же на паузу, попробуйте порешать это задание, а потом возвращайтесь и будем сверяться. Но если посмотреть на числитель этой дроби и на знаменатель, вот вы видите, что что-то в принципе одинаковое попадается. Здесь есть корень 10, здесь есть корень 2, но тут нет пятерки. Что же с ним я предлагаю сделать? А я предлагаю вынести за скобки общий множитель. Может быть, вы сейчас его пока не видите, но я вам сейчас его покажу. Что такое корень 10? Десятка. Это же у нас корень 2 умножить на корень 5. То есть, видите, здесь попадается и 2, и 5. И здесь есть пятерка, а здесь, обратите внимание, тоже есть пятерка, но я бы без проблем могла ее сделать как корень 5 в квадрате. И, кстати, я могла бы и с двойкой сделать то же самое, корень из 2 в квадрате. Но я сейчас буду выбирать. Давайте-ка я в числителе, раз там везде в каждом слагаемом присутствует и корень 2, и корень 5, вынесу это за скобки. Или нет? Наверное, давайте-ка я лучше что-нибудь одно вынесу. Например, корень 5, и посмотрю, что из этого получится. Выношу корень 5, и у меня остается. Итак, как я сказала, забираю корень 5, тогда вся двойка, которая была изначально, здесь и останется. Вот так пускай стоит, просто 2. Дальше я забираю корень 5, значит, одну штучку такую забираю, у меня остается один такой корень 5. Получается минус корень 5, а корень 2, как было под корнем внутри, так и остается. И здесь из десятки я забираю тот самый корень 5, у меня остается просто корень 2. Минус корень 2. Так, а теперь все внимание на знаменатель. А вам не кажется, что он очень уж похож на вот эту скобку в числителе? Единственное его отличие — это знаки. Но я без проблем могу вынести здесь минус единицу за скобки. Так, пишу минус 1, пускай так и будет написано. Теперь выношу минус единицу, значит, здесь меняется знак, будет минус корень 10. Здесь меняется знак, будет минус корень 2. И здесь тоже меняется знак, будет плюс 2. Ну вот и все. Корень 5 на корень 2 — это же всего лишь корень 10, мы же можем умножать. И получается, вот она двойка, вот она минус корень 10, и вот минус корень 2. То есть мы получили полностью одинаковые две скобки. Мы их сократили, и наш общий ответ, корень 5 разделить на минус 1, это получается минус корень 5. Вот он ответ в этом задании. Вот он, третий номер из нашего топчика. Вот я поискала и нашла такое уравнение, похоже на номер 21 из нашего УГ, но вот прям такого я не видела. Давайте с ним разбираться. Если мы начнем, как мы всегда хотим, раскрывать скобки, будет плохо, потому что будет четвертая степень, потом х третий. То есть четвертая степень мы имеем решать, если это биквадратное уравнение, а здесь получится какая-то ерунда. Поэтому эти идеи отодвигаем в сторону, и давайте-ка присмотримся. Вот здесь х квадрат плюс 2х пускай останется, х квадрат плюс 2х с квадратом. А вот здесь, ну, наверное, вот эти 11 и 22 как бы намекают, что давайте-ка вынесем 11 за скобки и посмотрим, что из этого получится. Вот я так и сделаю. Я сделаю минус 11, выношу и оставлю, наверное, в скобках х квадрат, и что у нас будет получаться? Плюс 2х. О, уже неплохо. Смотрите-ка, х квадрат плюс 2х, и здесь х квадрат плюс 2х. Вот эти 24 я не трогала, значит, они здесь у меня остаются, как и были. Еще раз пробегаемся. Это мы не трогали. Здесь мы вынесли 11. Если раскроем скобки, вернемся к тому, что и было. Минус 11х квадрат, минус 22х, и плюс 24 тоже мы не трогали. И, как мы говорили, если есть какой-то повторяющийся элемент, это или вынесение, или замена. Здесь с вынесением проблемка из-за вот этого 24, значит, делаем замену. х квадрат плюс 2х, вот эта штуковина у нас будет t, а дальше t квадрат минус 11t плюс 24 равно 0. Решаем, находим t1, t2, и потом делаем обратную замену. Ребят, а давайте-ка я это вам оставлю в качестве домашнего задания. Ну, реально простой номер, а мы время сэкономим. Едем дальше. Ну и в продолжение следующий номер, который очень похож, как мне кажется, на предыдущий. Посмотрите-ка, надо разложить на множители. Это задание 10, по-моему, из самого последнего варианта 80 из этой книжечки. Что мы попытаемся сделать? Я думаю, что вам всем бросается в глаза, что вот здесь очень похоже на формулу квадрат суммы. Давайте тогда сразу же, наверное, и свернем. m плюс 2n в квадрате. Так, это мы поставим равно. А дальше вот здесь опять же мы видим какой-то общий множитель, который можем вынести. Например, напишем минус 3, а дальше у нас получится m плюс 2n. Видите-ка, похожие скобочки. Ну и минус 18 мы переписываем, как и было. И теперь, как я сказала, это очень похоже на предыдущее задание, где мы брали и вот целый элемент заменяли на буковку t. Только теперь, внимание, вам же ведь надо не решить какое-то уравнение, а разложить на множители. Значит, нужно вспоминать, а как раскладываются на множители, вот такие вот вещи, t квадрат минус 3, t минус 18. То есть как это будет выглядеть в виде скобочек. Это же и называется разложить на множители. Здесь, я напомню, можно работать по готовой схеме. Вот если ax квадрат плюс bx плюс c вы раскладываете, то тогда здесь на первой позиции ставим a, а дальше пишем x минус первый корень, x минус второй корень. Но я неоднократно говорила, что такие задания, особенно когда коэффициент равен единице, легко даже сделаются подбором. Давайте-ка попробуем представить, что мы бы умножали эти скобочки, и t квадрат у нас бы получилось, если бы мы умножили t на t. Вот как раз. А 18 как можно было бы получить? Например, можно было бы 6 умножить на 3, причем, наверное, минус 6 и плюс 3. Вот так вот я подобрала, теперь можно просто проверить. Будет t квадрат плюс 3t минус 6t, как раз минус 3t получается, и минус 18. Ну а теперь я возвращаюсь в свой вот этот сложный пример. И вот это мое как будто бы t было, а это было мое t квадрат. Поэтому я бы записала, вот как я тут сделала, t минус 6t плюс 3. Но так как мое t это m плюс 2n, то будет m плюс 2n минус 6 в одной скобке, а в другой скобке m плюс 2n плюс 3. Готово. Мы разложили на множители. Ну и последнее, мое любимое. Оно на самом деле всего лишь шестым номером идет в одном из вариантов. Но сколько полегло учеников на вот таких вот заданиях? Ну вот вы сами подумайте, знаете, как его решать? Кажется, все так просто. Чтобы найти x, надо 3, наверное, разделить на 1, и будет x меньше либо равно 1. Но не тут-то было. Все забывают, в том числе, кстати, и один год на ЕГЭ где-то промелькнула вот такая вот штуковина, по-моему, там, когда мы искали ОДЗ. И на этом, опять же, как я сказала, полегло много учеников. Когда вы решаете дробное неравенство, дробно-рациональное, потому что x стоит в знаменателе, не забывайте, что у вас есть только метод интервалов. Не надо, ребята, никакой самодеятельности. А что просит метод интервалов? Перенести все на одну сторону. Будет 3 разделить на x минус 1, меньше либо равно 0. Далее все привести к одной дроби, то есть к общему знаменателю. У нас получится общий знаменатель будет x, и 3 минус x, меньше либо равно 0. Далее отметить на координатной прямой нули числителя и знаменателя. Причем нули числителя, это будет тройка у нас. Она будет закрашена, потому что у нас знак меньше либо равно 0. И x не равен 0, отмечаем, у нас выколотая точка. И далее надо расставить знаки. Как? Берем отсюда любое число, например, 5, и подставляем в наше неравенство. 3 минус 5 будет число отрицательное. Здесь 5, и будет минус делить на плюс. То есть общий знак будет минус, а дальше пошло чередование, плюс, минус. И если нам надо меньше либо равно 0, значит, нас устроят все x, которые от минус бесконечности до 0, не включая, вот так вот, и от 3, включая, и до плюс бесконечности. Вот такой вот прекрасный номер. Ну вот, это был мой топчик. Ну а если вы не согласны, если у вас после просмотра этой книжки есть свой топчик, который бы вы хотели разобрать, обязательно напишите об этом в комментариях. Можете указывать страницу, можете указывать номер. Будет очень интересно посмотреть. Тем более, что у меня есть вот эта вот книжечка. Ну что, ребят, если видео было полезно, обязательно поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях, какое-нибудь пожелание или добрые слова в мой адрес. Если вы готовитесь к экзамену, в том числе и в Беларуси, и вам нужна помощь репетитора, то, пожалуйста, на сайте TutorOnline много преподавателей, кто готовит в том числе и к этому экзамену. Так что обращайтесь, а мы будем готовить для вас следующие полезные уроки по математике. До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok